Картина Густава Климта «Поцелуй» – одна из самых узнаваемых в истории искусства. Но что так привлекает в ней зрителя? Почему это полотно завораживает? Давай проанализируем его. «Поцелуй» достаточно большого формата – 180 на 180 сантиметров. Почему художник выбрал именно квадрат, спросишь ты? Дело в том, что такая форма придает картине ощущение баланса и статики. Квадратные картины редко рассказывают историю, они скорее изображают состояние. Причина – в равенстве вертикальных и горизонтальных сторон, которая как бы успокаивает зрителя. Но вместе с тем Климпт создает и напряжение. Обрати внимание, как именно художник располагает фигуры на холсте. Во-первых, влюбленные стоят над обрывом. Некоторые исследователи видят в этом символ того, что любовь и насилие – эрос и танотес – всегда идут рука об руку. На это указывает и то, что девушка стоит на коленях, а мужчина как бы возвышается над ней. По сути, занимает доминирующее положение. Во-вторых, заметь, что фигуры практически упираются в верхнюю грань холста. Кажется, что мужчина опускает голову не только для поцелуя, но и чтобы не удариться о потолок картины. Внутреннее напряжение также создает мотив неоконченного действия. Обрати внимание, хотя полотно называется «Поцелуй», самого поцелуя мы не видим. Климпт изображает мгновение перед ним и делает его настолько монументальным, что оно будто бы длится вечность. Некоторые исследователи видят в героях картины самого художника его музу – Эмилию Флёге. Но на самом деле это не так важно. Ведь Климпт пишет не конкретных влюбленных, а любовь как таковую. Вот почему важна незаконченность – через полукасание художник передает и томление влюбленных, и страх нарушить момент гармонии. Густав Климпт – это один из ярчайших представителей модерна. На примере его картин можно разгадать ДНК этого стиля. Художник выходит за пределы классической живописи и вводит в картины элемент декоративности. Присмотрись к позам героев. Они неестественны и словно изломаны. Художники стиля модерн не стараются подражать реальности в изображении человеческого тела. Они утрируют его для максимальной выразительности. Поэтому шея юноши такая длинная, а тела изображены не в повороте, что было бы логично, а фронтально. Особенностями живописи Климпта в период написания «Поцелуя» были декоративизм и эротизм. Поэтому многие исследователи видят в узорах одежд указания на мужское и женское начало. Так, прямоугольники и круги в орнаменте сравнивают с формой половых клеток. Но вспомни еще кое-что. Модерн – это стиль не только живописи, но и архитектуры. Густав Климпт был одним из основателей венского Сицесиона – объединение, которое породило австрийский вариант модерна. Посмотри на дом Сицесиона, построенный Йозефом Ольбрихом. Видишь похожий растительный орнамент, изогнутые плетеные линии и по шахматному расположенные квадратики. Вот почему трактовать орнамент только с точки зрения мужского и женского не совсем верно. Ведь это еще и особенность венского модерна. Обратил внимание, как много золота на картине. Это любимый цвет Климпа. Отец художника был мастером по работе с драгоценными металлами, так что Густав с детства знаком с эстетикой золота. Правда, цвет для картины он выбрал не только из-за декоративных качеств. Во время путешествий по Европе мастер изучал византийские мозаики в Равенне. Золотой цвет в раннехристианском искусстве олицетворяет божественный свет. Климпт позаимствовал это значение. Так, изобразив любовь на золотом фоне, художник подчеркнул ее сакральную неземную природу. Обрати внимание на фон картины. Он будто собран из тысячи переливающихся кусочков. И вновь вспоминается византийская мозаика. Она, в отличие от римской, собиралась так, чтобы кусочки смальты не плотно прилегали друг к другу, а стояли под небольшим углом. Так создавалось ощущение, что золото не отражает солнечный свет, а излучает его. Климпт отсылается к этому свойству в своей работе. А теперь посмотри на нижнюю часть картины. Герои стоят на пестрой, усеянной цветами траве. Это не только черта модерна, но и подражание узорам муранского стекла. Такой орнамент назывался мелифиори или тысяча цветов. Яркие оттенки цветов перекликаются с узором на одежде девушки. Так художник подчеркивает ее природное хрупкое начало. В костюме юноши, наоборот, доминирует геометрический орнамент, который акцентирует силу и надежность. В поцелуе Климпт преодолевает нарочитую эротичность, которая есть в других его работах. При этом картина не теряет напряжения. Золотой цвет подчеркивает почти сакральную значимость момента, а квадратный формат придает ощущение его бесконечной длительности. Картина Климпта – это гимн любви. Именно поэтому она продолжает привлекать зрителя и тиражироваться в поп-культуре. Теперь, если нужно будет провести другу мини-экскурсию, ты сможешь рассказать ему о четырех главных особенностях картины Климпта. Первое. Художник не рассказывает историю, а изображает состояние. Именно поэтому он выбирает квадратный формат, который останавливает действия и успокаивает зрителя. Второе. Однако в сочетании с теснотой полотна создается напряжение. Так Климпт передает нам трепет влюбленных и заставляет прочувствовать то, что испытывают они. Третье. Климпт – одна из главных фигур модерна. Вот почему в «Поцелуе» мы видим изломанные позы, декоративизм и большое количество растительного орнамента. Четвертое. Золотой цвет в картине передает сакральность чувств героев. А еще он отсылает к византийским мозаикам, которые Климпт изучал во время путешествия по Италии.